Хочу рассказать отрывки из моей жизни, когда меня посещали души, которые должны уйти в иной мир. И вот был один сон такой у меня интересный, что моей мамы, её двоюродный брат, я его на этот момент не знала никак его звать, мама никогда не рассказывала о нём. И он ко мне пришёл во сне, представился, что я двоюродный брат твоей мамы, дядя Петя, пожалуйста, попроси прощения от моего имени у твоей мамы. И я ещё удивилась во сне, говорю, странно, а почему ты ко мне пришёл? Иди к ней, у неё и проси. И он говорит, нет, так как ты имеешь этот доступ и видишь нас и чувствуешь, то я хочу через тебя передать прощение. Естественно, я его передала, когда уже он умер, мама тоже не знала. Я её спросила, говорю, кто такой дядя Петя? Она говорит, да, да, есть такой у нас двоюродный брат по линии матери. Говорит, потом ей сообщили, что, конечно, она стала узнавать, что он на самом деле умер. И я передала от него такое послание, которое он хотел передать. Потом на протяжении жизни, когда я была замужем, тоже приходил мой отец. Но это отдельная история, когда родился мой сын, второй ребёнок. И в этот день, когда он родился, я не знала, что папа попал в реанимацию. И мне снится такой сон, что я у него на его разбирательстве. Это не суд был, это такое было состояние, как будто должны были определить, или он уходит, или он продолжает жить. И вот во сне меня как будто поставили в очередь за остальными людьми. Передо мной стояло много людей, и они двигались по очереди, их спрашивали, задавали вопрос, и они должны были ответить о моём отце. То есть, когда подошла очередь ко мне, он сидел задом ко мне спиной на стуле, и он не мог повернуться. Был такой, как будто его оцепенели, что он не мог даже назад повернуться, услышать, кто о нём говорит. То есть он каждого человека слушал своё мнение о его соприкосновении с этой душой, но не мог повернуться. И вот в этот момент, когда спросили меня, я видела такая трибуна, он сидел в центре зала, такая полутрибуна. Не обратила я внимания, сейчас не могу точно вспомнить, но были как бы как судьи, в капюшонах они сидели, и там 3-4 человека было, их много было, немного. И с двух сторон, по правую и по левую сторону стояли ангелы. И один из судей, которые сидели задним столом, они между собой разговаривали. И вот один из судей решил задать мне вопрос. То есть они, видимо, между собой решали, какой же ей вопрос задать. И мне задали вопрос, когда мне было 3 годика. Я, естественно, ответила правду, что на тот момент в 3 года со мной происходило, и какое отношение имел отец вот к этой вот истории. Естественно, я рассказала правду, как есть. И тогда судьи сказали, хорошо, больше не надо, нам этого достаточно, то, что ты объяснила. А теперь мы дадим возможность твоему отцу повернуться. И он повернулся и увидел, что стою сзади я. Конечно, у него было такое лицо, я даже не могу объяснить, в нём было и страх, и боль, и печаль, и агрессия, и страдания. Он повернулся и говорит мне, как ты смела, как ты смела на меня такое сказать? Я же отец твой. Как ты могла предать меня вот в таком плане? Знаете, я так испугалась, думаю, боже мой, что я надела? Я говорю, папа, я же правду сказала. Я говорю, я ответила на вопрос, который мне был задан. Тогда я поняла в этот момент, что сейчас он меня разорвёт на кусочки, что я не знаю, что со мной будет. И в такой вот какой-то миг я подняла глаза вверх, потянула руки и увидела в левом углу такой огромный свет, который просто тебя охватывал такой силой, что даже больно было смотреть в ту сторону. Я подняла руки вверх и говорю, Боже, Отец мой небесный, ты же мой Отец. Я знаю, что это мой плотский Отец, что Он плоть мне дал, но ты же мой настоящий Отец. прости меня за то, что я сказала, то есть эту правду. Просила, ну, даже не знаю, как сказать, помощи, наверное, и защиты от Него. И тогда вижу Его правая рука, даже не рука, ну, наверное, это рука, такое вот одобрение в сторону моего отца. Кинула и говорит, спасибо за этот поступок, что она сделала, я тебе дарю ещё год жизни. То есть я поняла, что всё зависит от нашего всемогущего, всевыщего, всевысшего света, что он в этот момент, когда мы должны или уйти, или дальше жить, вот это вот решение принял он. Когда я проснулась, я, конечно, была в таком шоке, что я даже не знала, что и думать. Это как раз было после родов. Ну, когда я уже пришла домой, забрали меня с роддома, я, естественно, первым делом, как только немножко восстановилась, позвонила моей маме, она говорит, да, папа в тяжёлом положении, в реанимации, но не знаю, как он выкарабкался, мы уже думали, уже хоронить будем, то есть врачи не давали никакие надежды. И вот, говорит, он стал восстанавливаться, всё хорошо. Я, конечно, после этого папу вживую не видела, мы обычно разговаривали по телефону, и мама мне писала и говорила, что папа очень сильно поменялся за этот последний год. Он, говорит, как будто, ну, старался успеть прожить этот год. Говорит, он совершенно, говорит, был другим человеком, помогал всем, людям, нуждающимся, бабулечкам. Никому не отказывал ни в чём. Вот, и в тот момент, когда он умер, прошёл ровно год, ну, чуть-чуть даже меньше года, наверное, 9 месяцев после... Нет, даже больше, подождите, я неправильно говорю. Как раз моему сыну было полтора годика. Ну да, он прожил полтора года после этого. Вот представьте себе, что... То есть это всё правда, этот сон был как будто наяву, как будто вчера. КОНЕЦ